Браслеты лав и гвоздь кортье, которые стали уже символами успешного успеха, не имеют ничего общего с семьей кортье, основателями одного из самых престижных ювелирных домов мира. Кортье – это не лав и не гвоздь. Кортье – это история, как подмастерь из Франции создал свой ювелирный дом и впоследствии был назван ювелиром королей и королем ювелиров. Кортье – это буквально пошаговая инструкция и кладезь мудрости для амбициозных предпринимателей, которые хотят создать бренд мирового масштаба. Кортье – это бренд, который объединяет королевские династии Европы, царскую семью Романовых, правителей Индии, звезд Голливуда, а также икон современности. Весь путь кортье, а также история всех самых культовых изделий в этом видео. Желаю вам приятного просмотра! Франция. Война 1812 года. Пьер Кортье сражается в наполеоновских войсках и попадает в плен армии Веллингтона. Он провел годы в запертии в ужасной тюрьме в бухте Портсмута и не знал, сможет ли когда-то оттуда выбраться. Когда его выпустили после поражения Наполеона в 1815 году, ему было 28 лет и у него не было ничего. В итоге он освоил профессию кузнеца, женился на прачке и в этом браке родилось пятеро детей, старшим, а с которым был Луи Франсуа Кортье. Ребенком Луи Франсуа тяготел к классическому образованию, хотел читать книги великих писателей, изучать художников, науки. Но реальность была такова, что нужно было помогать отцу, в семье все-таки было семя ртов, которые нужно кормить. Поэтому с самого раннего детства Луи Франсуа должен был работать. Отец нашел ему подработку в качестве подмастерия у ювелира Пикара. Так начался путь Кортье в ювелирный мир. В 21 год Луи Франсуа все еще работает у Пикара. Он женится и в браке рождаются двое детей, мальчик и девочка. Мальчика назвали Альфред Кортье. В 1847 году мсье Пикар принимает решение, которое изменило судьбу не только Луи Франсуа и всей семьи Кортье, но и всей ювелирной отрасли в будущем. Он решает, что ему нужно переехать в центр Парижа, в Пале Рояль, чтобы у него был доступ к более обеспеченным жителям города. Но для этого ему нужно было продать ту мастерскую, которая у него была. Луи Франсуа понимает, что это его шанс. Мастерская оценивалась в 20 тысяч франков. Это была очень большая сумма, учитывая, что почасовая зарплата была примерно 2 франка в час. Тем не менее, он собирает какую-то небольшую сумму с помощью своей семьи и обращается к Пикару с просьбой продать ему мастерскую в рассрочку. Поскольку работал там он больше 10 лет и был действительно хорошим учеником и помощником мсье Пикара, тот идет ему навстречу. Таким образом, в 1847 году открывается первый магазин Кортье. Луи Франсуа производил большую часть украшений в своей мастерской. Но на тот момент это было нормальным явлением, что ювелиров покупали украшения друг у друга. Так и к Кортье часто обращались с его конкурентами, и в итоге изделия, которые делал Луи Франсуа, предназначались поистине важным клиентом. Среди них были семья Ротшильдер с бельгийской принцессой, и, конечно, Луи Франсуа мечтал бы обслуживать их напрямую, но пока что мастерская его не была известна в аристократических кругах. Поэтому ближайшей задачей Кортье было создание и утверждение собственного имени. Через 6 лет после открытия своего магазина, когда Луи Франсуа уже заработал какой-то капитал, он понимает, что ему нужно делать следующий шаг и пойти, собственно, по тому же пути, по которому в свое время пошел его учитель, и выбрать для своего ботика более выгодную локацию. Нашел рум в прекрасных аркадах в поле-рояле, у него, конечно, пока не было денег. Тем не менее, он приезжает в центр Парижа на улицу Неп-де-Птишан и располагается над модным рестораном прямо напротив прекрасного сада. Именно там он получает свою первую очень важную клиентку, графиню Дэнию Эрверк. Помимо того, что она приобрела у Кортье огромное количество изделий, она еще очень классно распространяла о нем информацию. Однажды она пришла на важный прием в одном из украшений от Кортье и восхитила тем самым любовницу своего мужа, принцессу Матильду. Матильда Бонапарт после короткого, но очень страстного романа с русским князем Демидовым вернулась в Париж и всячески работала над продвижением своего кузена Наполеона Третьего. Когда его власть устоялась, ее положение в обществе еще больше утвердилось. Сначала она обратилась к Кортье, чтобы тот помог ей отремонтировать ее ожерелье, но в итоге она начала покупать там украшения. В клиентской книге Кортье содержится информация о более чем 200 покупках, совершенных принцессой Матильдой, и это очень помогло утверждению бренда Кортье в обществе. Более того, она обеспечила Кортье королевский патент, который гордо красовался на стене его бутика. На тот момент Луис Франсуа уже активно помогает его сын Альфред Кортье, которому было 20 лет. Главная мудрость, которую ему передает отец, было то, что в их бутике самое главное обслуживание. Будь добр, главный принцип философии Кортье. Это самый легкий способ заводить друзей, несмотря на свое положение. Каждый, кто входил в двери Кортье, должен был быть принят с максимальным уважением. Во-первых, это обеспечило то, что клиенты возвращались, ну а также рассказывали о приятном клиентском опыте своим друзьям. Однако иногда это вызывало и проблемы, поскольку Кортье делал акцент о том, чтобы вести с каждым клиентом какой-то диалог. Однажды он спрашивал клиентку, по вкусу ей пришло то ожерелье, которое ей в подарок преподнес ее муж. На что та заявила, что никакого ожерелья, никакого подарка она не получала. В итоге оказалось, что муж приобретал это для своей любовницы. Таким образом, Кортье потерял клиента, но научился на это ошибке и с тех пор заводил клиентские карточки не на того, кто приобретает украшение, а на того, кому оно предназначено. В таком деле самое главное – это тайна. К этому моменту Кортье уже прекрасно зарекомендовали себя в Париже, получили много важных клиентов, но тут случается первый кризис. Начинается франко-прусская война. Многие магазины закрываются, естественно, ни о какой покупке украшений речи не идет. Однако у большого количества богатого населения нету доступа к их банковским счетам. Единственное, что им остается – это продавать все ценные вещи, которые у них были, в том числе украшения. Кортье этим пользуются и скупают огромное количество украшений по достаточно заниженной цене. В итоге они понимают, что во Франции на данный момент сейчас ничего не продать, и они принимают решение покорять Лондон. Туда, собственно, направляется Альфред Кортье. Поездка была поистине удачной и принесла достаточно большую прибыль. Но самое главное, что Альфред сумел зарекомендовать себя среди лондонской аристократии. В числе его клиентов, например, были Лорд и Леди Данли. Война и революция закончились, Кортье удалось удержаться на плаву, и Луи Франсуа принимает решение, что он уже может уходить на пенсию, потому что Альфред Кортье готов к тому, чтобы перенять семейный бизнес. Однако на 100% отец ему не доверяет, и понимает, что ценить он его будет только в том случае, если он ему достанется не бесплатно. Поэтому отец продает своему сыну свой же бизнес. Однако, как в свое время все пекар разрешили ему взять рассрочку, на таких же условиях он отдает магазин своему сыну. Более того, он заключает с ними договор, что Альфред не имеет права продавать магазин Кортье до тех пор, пока не выплатит всю сумму. Желание уйти на пенсию было не единственной причиной передать бизнес в руки своему сыну. Одной из богатых семьей во Франции была семья Грифей. Они уже выдали замуж одной из своих дочерей Мари за ювелира Теодуля Бурдье, и тому досталось нормальное такое приданное. Для другой дочки Алисы мама искала тоже подходящего, перспективного жениха. Это и побудило Луи Франсуа передать уже тогда свой бизнес сыну, чтобы он подходил на роль вот этого самого завидного жениха и претендовал на приданное Алисы. Вообще, в те времена договорные браки во Франции были делом обычным. Как сейчас кто-то ищет потенциальных инвесторов, так тогда все искали невесту с приданным, в том числе, чтобы финансировать свой бизнес. Альфред Кортье верный своему отцу и верный семейному делу соглашается и идет в этот брак. В результате него Кортье получила не только приданное, которое помогло им дальше развиваться. Гораздо важнее был тот факт, что в браке родились три сына. Старший Луи Кортье, средний Пьер и младший Жан-Жак. Там была еще четвертая сестра, но девочки в то время вообще не рассматривались. Главное было родить наследников, а тут их сразу трое. И действительно, мальчики с самого детства были нацелены на то, чтобы продолжать дело своей семьи. Они вместе играли, развешивали карту мира на стену и распределяли, кто за какую часть мира будет отвечать и распространять там славу Кортье. В общем, амбиции у них были на то, чтобы принести бренду Кортье мировую славу. Все три брата Кортье получили привилегированное образование, то, о чем когда-то мечтал их дедушка Луи Франсуа. Старший Луи Кортье был не самым прилежным учеником. Почти по всем предметам у него были худшие оценки в классе, кроме рисования. Причем учителя подчеркивали, что он очень умный, но постоянно витает в облаках. По иронии судьбы, именно эти качества, хорошее воображение, излишняя мечтательность и нежелание следовать общим правилам в будущем вознесут Кортье на недосягаемую высоту. Чтобы развиваться дальше, Кортье снова было критически важно получить еще более выгодное местоположение. Тогда не было никаких функциональных сетей, доставок и так далее. Поэтому то, где располагался твой бутик, было решающим фактором, особенно когда мы говорим о каких-то предметах роскоши. Денег на переезд не было, но Кортье решают пойти по уже проторенной дорожке и найти завидную невесту для старшего сына, собственно, Луи Кортье. Ей оказалась внучка Чарльза Фредерика Ворта. Луи Кортье был категорически против этого брака. Она ему не нравилась, там не было никакой любви. Но отец и дед его убедили, что если ты хочешь продолжать семейное дело, то важно идти на такие вечные жертвы. Помимо преданного в 720 тысяч франков, на сегодняшний день это примерно 4 миллиона долларов, Кортье благодаря этой свадьбе получил еще доступ к самым лучшим клиентам Франции. Когда Джейпи Морган услышал, что дочка его покойного друга Чарльза Фредерика Ворта собирается замуж за Луи, он лично пришел в бутик Кортье, пообещал Луи своего покровительства и купил украшения на 50 тысяч франков. Действительно, преданное помогло Кортье переехать в самое лучшее местоположение во Франции, на улицу Рю-де-Лапе, которая в итоге стала главной ювелирной улицей города. На тот момент бизнес Кортье выглядел так, что они все больше продавали изделия, приобретенные в других мастерских или у частных клиентов. Но Луи Кортье, который тогда уже был допущен к ведению бизнеса, понимал, что им важно создавать что-то свое, что-то поистине уникальное. Не видел он будущего в продаже чужих вещей. Как я уже говорила, был он человеком очень креативным, поэтому первым, за что он взялся, было создание команды талантливых, креативных людей. Он пошел по оригинальному пути и не рассматривал каких-то ювелиров. В итоге была создана новаторская группа изобретателей. В нее входили производители кружева, скульпторы, создатели ткани, дизайнеры интерьера, кузнецы, архитекторы. В итоге уже через два года после того, как Луи взялся за дела Кортье, Бутинг Кортье оказался не просто самым известным на этой ювелирной улице, но и славился своими уникальными изделиями. Луи очень вдохновлялся прошлым веком. Одним из источников вдохновения стали парижские чугунные балконы. Декоративные венки, возвышение в центре в итоге превратилось в тиару. Именно эти балконы послужили источником вдохновения для стиля Кортье, который был назван гирлянда. Но вдохновения было недостаточно. Главной сложностью в стиле гирлянда было то, что Луи было важно, чтобы на первом месте оказались камни. В то время основными материалами, которые использовались для закрепления камней, собственно, служили базой любой догоценности, это были золото и серебро. Но они были слишком грубыми. Луи же было важно, чтобы на первый план выходили только камни. В итоге он решает использовать платину. В те времена платина активно использовалась только в промышленности. В ювелирном деле ее, если использовали, то очень редко, потому что это было достаточно сложно. Но все мы помним, что Луи мыслит неординарно. И в итоге ему вместе с своей командой удалось освоить такой материал, как платина. Это было действительно революционной инновацией в ювелирном деле. Позднее Кортье даже придумал свой фирменный сплав платины. Они добавили туда Ники и Эриди, и таким образом у них получилась самая яркая платина. Например, Соломон Джоуэлл, британский финансист, заказал у Кортье корсажную брошь с 34-каратным бриллиантом в форме груши. В 2019 году она была продана на аукционе более чем за 10 миллионов долларов. Но самое главное было то, что украшения с бриллиантами из платины стали рождением уникального стиля Кортье. Как Луи задумывал, компания перестала продать вещи, похожие на тысячи других. Кстати, Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в тиаре, которая принадлежала королеве Елизавете. И это как раз и тиара от Кортье в стиле гирлянда. Но от гирлянды переходим к не менее важной революции, которую совершил Кортье. Одним из известнейших парижских клиентов был бразилец, пилот Альберто Сантос Дюмон. Он принимал участие в аэрогонках по всему миру, был очень известным. А Луи Кортье, который, как я говорила, был человеком очень разносторонним, конечно же, в том числе интересовался всем, что касается авиаторского искусства, и быстренько познакомился с Альбертом Сантосом. Они подружились, и однажды ужина в ресторане Максим Альберто Сантос поделился с ним своей проблемой, что когда он участвует в гонках, ему важно проверять время. Но это невозможно, поскольку, чтобы достать карманные часы, нужно оторвать руки от штурвала. Кортье тогда уже производили карманные часы, они были очень популярными у мужчин. Наручные часы это была чисто женская вещь, поскольку все-таки это было похоже на браслет, а браслет это женское украшение. До этого была уже информация, что иногда солдаты во время войны сами себе делали наручные часы, просто прикрепляя вот эти карманы кожаным ремнем, но это была такая чисто функциональная история. В высшем обществе никакой мужчина не носил наручные часы, их вообще не было. Через две недели, услышав историю своего друга, Луи Кортье принес ему первые наручные часы. У него получился квадратный циферблан в золоте с удобными ушками сверху и снизу, при помощи которых часы прикреплялись к кожаному ремню. Единственным напоминанием о ювелирном их происхождении был небольшой сапфир на заводной головке. В начале 20 века состоит для мужчин нечто, что считалось чисто женским украшением, было поистине смелым шагом. Но у Кортье был джокер, видео-инфлюенсера Альберто Сантоса, который был действительно настолько популярным авиатором, что печатался постоянно в газетах и давил на спичечных коробках. Конечно, когда он начал носить часы Кортье, мужчины начали к этому относиться более лояльно. И в 1911 году Кортье уже выпустили первую партию часов Кортье, которую они назвали Сантос, в честь пилота для массового производства. Луи Кортье начинает очень сильно интересоваться вот этой темой часов, и у него появляется очередная сумасшедшая идея создать теперь уже настольные часы, где стрелки будут как будто бы подвешены в воздухе. То есть никакие механизмы не будут видны, при этом часы будут полностью прозрачными. Эти часы так и прозвали тайно, более года ушло на то, чтобы придумать, как изготовить эту модель, но у Кортье это получилось. О том, как именно она функционировала, знали только семья Кортье и мастера, которые их изготовляли. Даже продавцы не понимали, как это работает, и с удивленными взглядами предлагали эти часы своим клиентам. Конечно же, это производило нужный эффект. Банкет Джейфи Морган-младший был одним из немногих, кто мог себе позволить такое уникальное изобретение. Именно его часы были проданы в 1993 году на аукционе за полтора миллиона долларов. В 1907 год наступает американский финансовый кризис, который также очень сильно ударил по Европе. Естественно, это повлияло на дела Кортье, но у них уже была проторенная стратегия. Как во времена франко-прусской войны они поехали в Лондон, чтобы сотрудничать с клиентами, которые находились там, так и здесь они понимают, что им нужно осваивать какое-то новое местоположение. Теперь, когда Америка и большая часть Европы боролись за выживание, Кортье сосредоточились на стране, где любящая роскошь элита была настолько богата, что никакие депрессии ей были не страшны. Эта страна была Россия. Императрица Мария Федоровна уже посещала бутики Кортье в Париже, но во время депрессии Кортье решает выход в Россию. Они понимают, что страна сложная, другой язык, поэтому они нанимают бизнесмена, который говорил и на русском, и на французском, и вообще был вхож в Россию, узнал, как там все устроено. Вместе с ним они совершают первую поездку в Санкт-Петербург, они останавливаются в отеле Европа, и там же они выставляют украшения Кортье. Но, как оказалось, русский клиент не очень хочет их покупать, находясь в России. Одно дело, когда ты едешь в Париж, гуляешь, весь такой вдохновленный вот этим путешествием, и там совершаешь дорогую покупку, а другое дело, когда они просто приехали к тебе и сделали какой-то там прилавок. Это не сработало. Разочарованный Пьер Кортье, да, именно средний брат Кортье управлял вот этой операцией Россия. Разочарованный он возвращается во Францию и понимает, что просто человека, который говорит по-русски, им недостаточно. Им нужен кто-то, кто даст им доступ к самой богатой клиентуре России. Таким человеком становится Поль Шейрус. Это был эксперт по жемчугу, который в свое время помогал парижскому правительству настраивать связи с Танити по поставкам жемчуга. Он становится консультантом Кортье и приносит туда самое главное, свою маленькую черненькую телефонную книжечку, в которой были контакты огромного количества аристократов из России. Он говорил, что я свой в правительстве, в полиции, в таможне. И тогда он прямо напрямую пишет письмо императрице. Сегодня я сотрудничаю с впечатляющим ювелирным домом Кортье, который ваше величество уже знает. Вскоре я буду в России по делу с главой дома господином Пьером Кортье, и ваше величество оказало бы мне огромную честь, согласившись нас принять. Без представления Шейруса Кортье были лишь кумевы и жорами в России. Да, у них было царское свидетельство, но такое же было и у флористов, и у пекарей, и у кондитеров. Но благодаря Шейрусу у них открылись двери на личную встречу с Романовыми. В конечном счете она была не настолько успешной, насколько на это надеялся Пьер Кортье. Императрица приобрела у него всего лишь одну брошь, но начало было положено. Кстати, в то самое время Луи продолжает свой поиск каких-то талантливых людей. Происходит его знакомство с Шарлем Жако. Он специализировался на больших металлических конструкциях, а не на ювелирных украшениях. Но у Луи Кортье была чуйка на талантливых мастеров, поэтому он убедил, что ювелирное дело – это его. И не прогадал. Шарлем Жако действительно сделал невероятный вклад в развитие ювелирного дела в Кортье. Вместе с Луи в то время, в 1910 году, они активно посещали дядь Левские балеты. Дядь Лев со своими русскими сезонами гастролировал по Европе. Достать билет на его премьеру было делом нелегким, но Луи Кортье это удавалось. И так в 1910 году они оказались на премьере балета Шахерезада. Современный танец, естественные декорации, провокационные костюмы, смелая музыка – все это настолько отличалось от традиционных и предсказуемых балетных постановок, но сильнейшее впечатление на Луи и Жако производят костюмы. Шаровары с ярким орнаментом, короткие яркие тупы и огромное количество жемчужных нитей. Луи и Жако постоянно возвращались на спектакли русских балетов. Именно Шахерезада вдохновила их на то, чтобы классический стиль гирлянда был дополнен яркими драгоценными камнями. Прямоугольная брошь, в которой смешались изумруды, бриллианты, жемчуг, нефрит и бирюза, была куплена через 6 лет бароном Андре де Ротшильдом. Вдохновленные русскими балетами, Кортье решает совершить третью попытку по завоеванию России. Луи предоставили частную аудиенцию с княлиней, и Тарл решила ему стать участником ежегодной благотворительной рождественской ярмарки. Рождественский базар был местом, где собирался весь русский бомонд. Чёст Луи Кортье был популярен. Всего за 4 дня выручка составила около 1,5 миллионов рублей, в пересчете на сегодняшний день это примерно 18 миллионов долларов. Но помимо успешных продаж, поездка в Россию для Кортье всегда была еще одним источником вдохновения. Луи Кортье активно посещал Эрмитаж и другие русские музеи. В 1912 году их популярность достигла новые вершины. Париж, стремясь укрепить связь с Россией, выбрал именно пасхальное яйцо от Кортье в качестве подарка для Николая II. Когда Ирина, племянница царя Николая II, вышла замуж за безумно богатого князя Ясупова в феврале 1914 года, она выбрала современную тиару Кортье из горного хрусталя. Свадьба была настолько популярной, что этот снимок был распродан буквально за несколько дней, и Кортье даже не успели купить его, чтобы разместить у себя в бутике. Несколько месяцев спустя Кортье вообще получили заказ века. Они изготовляли кольцо для громкой свадьбы князя Щербатова, внука графа Строгана и дочери покойного премьер-министра Столыпина. В 1914 году Кортье являлись ведущей ювелирной фирмы в Петербурге. Но затем случается революция 1917 года, царская семья была свергнута, огромное количество русской аристократии бежало, Россия была уже невыгодным местом для того, чтобы вести там какой-то бизнес. Однако то, что Кортье сумел зарекомендовать себя в высших кругах России, пошло ему на руку, поскольку те, кто бежали, были заинтересованы в том, чтобы продать то, что у них было, и обеспечить себе средства на проживание. Действительно, огромное количество драгоценностей, как мы знаем, было вывесено контрабанда из России. И поскольку такие продажи были не особо легальными, клиенты выбирали того, кому они доверяли. И им, среди прочих, был Кортье. Ну а для Кортье это было, конечно, выгодной сделкой, потому что иностранные клиенты, особенно, кстати, американцы, счастливы были купить ту, например, тиару, которую носила Великая Княгиня. В 1916 году французская общественность впервые увидела французские танки на обложке журнала. Ими вдохновились и Кортье, и тогда они создали свои теперь уже культовые часы Кортье Тарльк. Мощные механизмы и вертикальные боковые планки с каждой стороны циферблата напоминали гусеницы Тарлька. На самом деле это было каким-то продолжением вот этих первых часов Кортье Сантос, но также и гениальным маркетинговым решением, потому что в те годы все еще мужчины относительно скептически относились к ношению наручных часов. Во-первых, Кортье слово выбирают у выгодного инфлюенсера. Им становится генерал Джон Блэк Джек Першинг, командующий американскими экспедиционными войсками на Западном фронте. Ну, во-первых, тут такое лицо этих часов. Во-вторых, само название Летанг было очень мужским, и тогда уже мужчины сдаются и активно начинают носить часы Тарлька от Кортье. Жан Кокто, художник и писатель, надевал их, обедая в ресторане Максимс. В это время по другую сторону Атлантики Дюк Эллингтон играл в них на сцене джаз. Рудольф Валентин, актер и разбиватель сердец, настоял на ношении танк в фильме 1926 года «Сын шейха». В Голливуде танк не переставал появляться на серебряном экране. Его носили все, от Фреда Астера до Джорджа Клуни. Джон Ф. Кеннеди, который носил танк в течение большей части своего срока, подчеркнул, танк Кортье был величайшим подарком Франции, Америке со времен Статуи Свободы. Со временем часы Кортье станут популярными и у женщин. Герцог и герцогиня в Винстерске заказали мужскую и женскую версию. Элитвир Тейлор сама носила часы танк, а также часто дарила их своим мужьям. Ну а в 2017 году часы танк, которые принадлежали Джеки Кеннеди, были проданы на аукционе за около 400 тысяч долларов. И покупательницей стала, как вы думаете, кто? Ким Кардашин. На сегодняшний день нельзя сказать, что Кортье стоят на первой строчке самых желарных часов у мужчин. Действительно, среди мужского населения себя больше сорекомендовали другие производители, такие как, например, Ролик, Спаток Филиппа и многие другие. Тем не менее, все они должны быть благодарны Кортье, потому что пусть они не сделали прям самые первые наручные часы, они были однозначно теми, кто популяризировал ношение наручных часов у мужчин не просто в качестве функционального объекта, а в качестве украшения, которым можно гордиться. Богатство нового света складывалось феноменально быстро. Миллионеры, самостоятельно заработавшие свои деньги, могли конкурировать с европейским королевским обществом. Кортье соблазняли с перспективами бизнеса по ту сторону Атлантики. И тогда нашлась новая операция, теперь уже по завоеванию Америки. Туда отправляется средний брат Пьер Кортье. Вначале они выбирают небольшой дом по Пятой Авеню. Решающим для утверждения своего имени в Америке была покупка Пьером Алмаза Хуб. Алмаз Хуб был и, возможно, остается самым известным алмазом в мире. Считалось, что этот бриллиант был прогляд. Действительно, всех предыдущих владельцев преследовали несчастье и даже смерть. Пьеру Кортье удалось продать этот бриллиант нью-йоркской светской львице Эвелину Уолш Маклин. В договор продажи даже был включен пункт, что если в течение шести месяцев с Эвелиной или с ее семьей начнут происходить какие-то несчастья, то она будет иметь право обменять этот алмаз на драгоценности, соответствующие по стоимости. И действительно, вскоре после приобретения в семье Маклин случаются два ужасных происшествия. Сын погибает над колесами авто, а дочь от передозировки снотворным. Отец не выдерживает, начинает пить и в итоге заканчивает свою жизнь в клинике для душевнобольных. Несмотря на это, Эвелину Уолш Мартин оставляет у себя этот алмаз и завещает его своим внукам. Ну а такие трагические истории, конечно же, вынесены были на первые полосы газеты, отметьте с ними и имя Кортье. История повторяется уже в какой? В третий или четвертый раз. Пьер Кортье понимает, что чтобы растеть, ему нужно получить более выгодное местоположение в Нью-Йорке. Денег на это не было. Когда в 1867 году в Африке были найдены местонахождения алмазов, бриллианты упали в цене и самым ценным камнем стал натуральный жемчуг. Идеальная жемчужина в начале 20 века была самым ценным объектом в мире. Когда одну из них находили в Персидском заливе, это становилось событием. Сделки с жемчугом были очень важными для Кортье. В 1916 году Пьер Кортье выставил у себя в бутике то, что на тот момент считалось самым дорогим ожерельем в мире. Две нити из 57 и 73 безупречных жемчужин. На тот момент это ожерелье стоило более миллиона долларов, ну а в пересчете на сегодняшний день это примерно 24 миллиона долларов. Многие клиенты специально приезжали в бутик Кортье просто, чтобы полюбоваться на это ожерелье. Но 30-летней Мэйси Планте этого было недостаточно. Она сказала «хочу». Пьер Кортье прекрасно знал, что она была женой 60-летнего пароходного и железнодорожного магната Мортена Планта. Когда Пьер Кортье обедал с Мэйси Планте, та говорила о том, насколько она мечтает об этом ожерелье, но что никогда не сможет его себе позволить, у Пьера Кортье родилась идея. Он знал, что Мортен Плант рассматривает возможность продажи своего особняка в центре Нью-Йорка и пошел к нему напрямую с предложением обменять это ожерелье на особняк. Возможно, сейчас такая сделка кажется абсурдной, но тогда дела обстояли иначе. Здание можно было строить и перестраивать сколько ты хочешь, а вот найти идеальную жемчужину было делом не из легких, а тут тебе целое ожерелье из двух нитей жемчуга. Пьер Кортье прекрасно знал, что Мортен пенулно любил свою молодую жену и был готов пойти на все ради ее счастья, поэтому сделка состоялась. Тогда же, в 1916 году, незадолго после этой сделки, японцы патентуют метод по культивированию жемчуга. Для его коммерческого использования потребуется еще более 10 лет, тем не менее, в итоге цена на натуральный жемчуг обвалится. После смерти Мэйси в 1957 году ее ожерелье за миллион было продано всего лишь за 151 тысячу долларов. Ну а приобретенный особняк до сих пор является штаб-квартирой Кортье в Нью-Йорке. Какой вывод из этой истории инвестировать нужно в недвижимость, а не в драгоценности? Поэтому, девочки, если у вас богатый муж или поклонник, он хочет сделать вам подарок, просите у него квартиру. Ну а мужчина для вас вот такая красивая история, которую вы можете использовать, чтобы отговорить жену от очередной покупки безделушки. Как обстояли дела на тот момент? Получается, что старший брат Луи Кортье отвечал за Европу, средний брат Пьер за Америку. Жан-Жарф на тот момент в основном работал в лондонском филиале, но дальше он будет еще расширять свою сферу влияния. Об этом мы еще поговорим. И Луи Франсуа Кортье, и Альфреду Кортье, им было очень важно, чтобы Кортье оставался семейным бизнесом. Они не хотели допускать туда никаких чужих людей. Именно поэтому они придумывают очень интересную схему. Чтобы братья не ссорились и не боролись за власть, они, по сути, разделяют Кортье на три части. И Пьеру принадлежит этот Нью-Йоркский филиал, Луи Парижский филиал, а Жан-Жарф Лордонский филиал. Но чтобы братья не теряли связи между собой и заинтересованы были в успехе друг друга, в успехе бренда Кортье, как целого бренда, они оформляют это так, что у каждого брата, помимо владения своим филиалом, есть еще доли в двух других филиалах своих братьев. Таким образом, у каждого вроде как есть своя зона ответственности, но это все еще общий семейный бизнес. Как я уже сказала, младший Жаг занимался Лондоном, но не только. Он активно начинает освоение новой территории, Индии. Именно Жаг открыл для Кортье мир индийских правителей. Он много путешествовал, чтобы с ними встретиться, от Калькутта до Бороды, от Эндора до Патиалы. В итоге компания произвела ожерелье Махараджи Патиалы по заказу индийского Махараджи Бхупиндара Сингха в 1928 году. Это было уникальное ожерелье, потому что оно включало в себя почти 3000 бриллиантов. Среди них было несколько уникальных камней. Седьмое по величине на то время бриллиант весом 234 карата, еще 7 крупных бриллиантов весом от 18 до 73 карат и несколько бирманских рубинов. В 1948 году, кстати, это ожерелье пропадет. В 1982 году найдут вот этот самый крупный бриллиант, а в 1993 году будет найдено оставшееся ожерелье. Там будет не хватает несколько камней. В итоге Кортье его выкупили и восстановили неиздающие камни уже более дешевыми. Это ожерелье до сих пор является собственностью Кортье. Помимо очень выгодных продаж, Индия явилась очередным источником вдохновения. А конкретно для теперь уже культовой линии Кортье – Туттифрути. Туттифрути – это украшение из разноцветных драгоценных камней, некоторые из которых представлены в виде фруктов и ягодок. Другой, не менее, скорее даже более известной линейкой Кортье является линейка Тринити. У нее тоже очень интересная история. Одним из важных клиентов Кортье был писатель Кокто. Именно он попросил Кортье изготовить для него кольцо, состоящее из трех колец. Сейчас на ней Катринити продается под историей, что каждый из колец символизирует любовь, верность и дружбу. Но вроде как правильная история такова, что вот этот Кокто был убит горем, так как умер его любовник. И находясь в не совсем приземленном состоянии под действием опиума, он просил Кортье сделать на него что-то похожее на кольца Сатурна. Это, кстати, было непростым заданием – сделать вот такие три переплетенных кольца, но Кортье справился. Ну а Кокто был достаточно известным во французских кругах. В итоге он носил сразу два кольца Тринити на своем милинце друг на друга. Это, естественно, привлекало внимание и моментально стало писком моды. Ну а сейчас линейка Тринити Кортье является постоянной. Туда входит уже огромное количество изделий, не только кольца, но и кулоны, браслеты, сельни и все, что хотите. В 1930-е годы начинается эпоха Золотого Голливуда. Новые актрисы становятся идеальными моделями для Кортье. Среди них были Марлен Дитри, Глория Свенц, ну и, конечно же, любительницы ювелирных украшений Элизабет Тейлор. Специально для нее Кортье изготовили ожерелье Ла Перегринья с стоимостью 11,8 миллионов долларов. Ну а затем ее муж Ричард подарил ей колье с огромным бриллиантом. Элизабет носила его только по особым случаям. Например, таковым являлась 42-я церемония вручения Оскара. Причем страховая компания запретила Элизабет носить это ожерелье более чем 30 дней в году. Все остальное время оно обязано было находиться в сейфе. Именно с Голливудом связана популяризация той самой культовой красной коробочки от Кортье. Дело в том, что в начале 20 века у Кортье было огромное количество коробочек. Там были совершенно разные цвета и разные материалы. Единственное, что объединяло эти футляры, это была золотая гирлянда, нарисованная по периметру этой коробочки, которая служила отсылкой к тому самому уникальному стилю гирлянды от Кортье, о котором мы говорили ранее. Но в эпоху Голливуда красная коробочка появляется на экранах в фильме «Джентльмены предпочитают у блондинок». И тогда Кортье отдает предпочтение именно этому цвету. И с тех пор и по сегодняшний день все изделия Кортье продаются именно в этих красных коробочках. Кстати, в 2019 году в линейке Кортье появилась даже сумка, вдохновленная тем самым красным футляром Кортье. Невозможно не поговорить про линейку Кортье, которая называется «Пантера». Еще в 1914 году был создан ремешок часов с рисунком шкуры из бриллиантов и оникса. Затем Жан-Джак восхищался пантерами во время своих поездок в Индию. Но впоследствии, когда он своему сыну читал произведение Маули Киплинга, то там снова он увидел пантеру в иллюстрациях и активно пытался внедрить это животное в линейке Кортье. Уолин Симпсон была провозглашена самой хорошо одетой женщиной всех времен, когда она надевала брошь Кортье с бриллиантами и ониксом в виде пантеры. По-настоящему популяризировала вот этот мотив Жанна Туссер. Жанна Туссер в свое время была любовницей старшего брата Луи Кортье, но впоследствии работала в качестве юнера в этой фирме. Она сама обожала животное пантеры и вообще она была такой светской линвицией, которая ассоциировалась с этим животным. Именно во времена ее работы на позиции креативного директора Кортье она активно внедряла это животное в огромное количество украшений. Сейчас Пантера является одной из ведущих линеек Кортье. Там есть и кольца, и браслеты, и кулоны. И, собственно, часы Пантера, которые, по сути, тоже являются каким-то продолжением вот этой серии Сантос, Танк и теперь Пантера. К сожалению, такой колоссальный путь в Кортье на том моменте заканчивался. Дело в том, что в 1941 году умер самый младший из братьев Жан-Жак. Сразу через год после него, в 1942 году, умирает старший Луи Кортье. Пьер Кортье остается один. И он озабочен тем, что дальше будет с бизнесом Кортье. Конечно, ему хочется продолжать семейное дело. И по завещаниям, естественно, филиалы Кортье принадлежат детям, братьям Кортье. Но дело в том, что на тот момент Пьер был в Америке. Жан-Жак был в Лондоне. Луи был во Франции. Именно поэтому между их детей, между кузенами Кортье не удалось создать вот этой прочной связи, которая была у братьев Кортье. Они все жили в разных странах и виделись только пару раз в год на каких-то семейных праздниках. Чувства единства там не было, как и чувства преданности вот этому семейному бизнесу. Очень не хватало той мудрости, которые были у Луи Франсуа Кортье, которые были у Альфреда Кортье. И это послужило большой проблемой. Кузена унаследовали свои филиалы. Но после смерти Пьера Кортье никто из них не начал продолжать этот бизнес. И каждый продал филиал, который принадлежал ему, каким-то другим продавцам. Таким образом, три ветви Кортье оказались в руках у совершенно разных людей. В 1972 году Роберт Хойк приобретает парижские Кортье. А в итоге он покупает лондонские и нью-йоркские филиалы и таким образом снова объединяет Кортье. Он же придумывает новый лозунг Кортье, который звучит как «le must de quartier». То есть «кортье» это «must». Кортье это то, что должно быть у каждого. На самом деле это идет немножко вопреки той идее, которую продвигали сама семья Кортье. Потому что они всегда были за то, что Кортье это только для высшего общества. Роберт Хойк же говорит, что Кортье это «must» для каждого. И да, появляется в ней к украшению часов с этим лозунгом. Тогда же Роберт Хойк нанимает Альда Чепулла. Альда Чепулла это ювелир, который до этого работал в Тиффани. И он ставит прием тезе, скажем так, что им нужно привлечь внимание менее богатой аудитории. А для этого им нужно создать какие-то более носибельные украшения. И собственно тогда рождаются те самые лав и гвоздь. Дело в том, что на тот момент украшения в основном носились комплектами. То есть у тебя и жерель, и серьги, и кольца. Более того, украшения подбирались под твой туалет. У Кортье же была идея создать какое-то украшение, которое будет подходить подо все. И которое само по себе будет так называемым statement piece. То есть ты одеваешь вот условно этот один браслет, и тебе ничего больше не нужно. Так и в 70-х годах рождается браслет лав. У Чипула тогда была идея создать современную альтернативу к поясу верности. На самом деле это очень романтичная история, потому что он правда придумывал браслеты лав как что-то, что будет покупать пара. Легенда гласит, что тогда вообще запрещено было покупать браслеты лав не паре. То есть вы должны были именно как пара прийти и купить эти браслеты друг для друга. Они предназначались и мужчине, и женщине. И в общем, как идея вот этого пояса верности, родилась вот эта фишка с отверточкой. Браслеты лав можно открыть только отверткой. Это не очень удобно, но в этом весь смысл, что вы их как бы одеваете друг на друга. И это символ вашей верности друг к другу, поэтому вы не должны их особенно часто снимать. А лучше вообще никогда. Для продвижения этих браслетов при создании они были разосланы 20 самым культовым парам. Среди них были графы графини Винстерски, Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон, Элли Магрой и Стив Маккуин, София Лорен и Карла Понти, а также Фрэнк Синатра и его жена. Да, изначально они были популярны как раз-таки в Нью-Йорке. Легенда даже гласит, что до сих пор нью-йоркские больницы имеют у себя набор вот этих отверточек, карте, чтобы в случае чего у них всегда была возможность снять этот браслет с руки пациента. А такая популярность именно в Нью-Йорке объяснялась тем, что Нью-Йорк был собственно родиной вот этих Нью-Манья. И под них создавалась вот эта линейка Лемаст и Карте, что-то такое более доступное, но в то же время роскошное. И европейская элита была более продвинутая в смысле своих вкусов, и они не сразу повелись на всю вот эту историю. Но в Америке вот этот маркетинг с тем, что это браслет верности, и тут вот тебе Элизабет Тейлор в нем ходят, и какие-то голливудские пары очень классно работали на Нью-Манья. Сейчас, как мы знаем, Лафф – это, наверное, самая популярная линейка карте, очень популярны также обручальные кольца. Вот это как раз-таки классная идея, я считаю, потому что изначально у линейки был тот самый смысл, что это пояс верности, поэтому логично ее использовать в качестве обручальных колец. Однако в последние десятилетия линейка стала уже слишком попсовой. Кстати, во многом это объясняется тем, что была история, связанная с Кайли Дженнер, куда же тут без кардашинов. Она носила целый набор браслетов Лафф на своей руке. Что-то мне подсказывает, что она вообще не знает всю эту историю, что вообще-то это как бы ты вместе со своей любовью должна покупать, ну да ладно. И в какой-то момент она не могла снять один из этих браслетов. И пять лет она появлялась на всех красных дорожках, на всех светских мероприятиях в этих браслетах Лафф, потому что был один, который она не могла снять. И в итоге она даже снимала сториз, как она ходила в магазин Cartier и просила их снять, и у них это не получилось. Сейчас она уже ходит без этого браслета, уж не знаю, как они эту ситуацию разрулили. Однако вся эта шумиха однозначно способствовала популярности Cartier в последние годы. Ну и вообще Cartier использует активно вот такой селебрити-инфлюенсер-маркетинг. В общем, не уверена я, что хотя бы 50% носителей браслета Лафф знают его историю. Не уверена я, что семья Cartier была бы рада вот таким ходам, но однозначно это принесло прибыли. Линейка Лафф является самой продаваемой у Cartier. Уже через год после создания линейки Лафф была создана линейка Just Include, вот этот самый гвоздь. Cartier, собственно, это так и переводится, что просто гвоздь. И да, это тоже такой statement piece, который ты надеваешь, и вроде как больше ничего тебе не нужно. Недавно у Cartier появилась новая линейка, сейчас ставлю сюда ее название, я не вспомню. И она вообще выглядит как какие-то гайки. Cartier это объясняет тем, что любой предмет может стать произведением ювелирного искусства, но, по-моему, они уже просто стебутся над людьми, потому что они увидели, как активно покупается этот гвоздь, и решили, ну, если вам нравится гвоздь, то вот вам и гайки. Ну, это лично мое мнение, но для меня это выглядит, наверное, как какой-то стеб. Если вдруг вы будете рассматривать приобретение Cartier, то я бы советовала обратить внимание на такие линейки, как Trinity, как Panther, потому что это то, что делала сама семья Cartier. Если вдруг вы объявляетесь обладателем Love или Квоздьер, то я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Это красивые очень украшения, но, к сожалению, из-за вот этого активного использования инфлюенсеров, они немножко потеряли свою ценность. Я надеюсь, что это изменится в ближайшие годы. Ну, или как минимум вы теперь знаете их историю, потому что история у них тоже есть, она тоже интересная, особенно в том, что касается линейки Love. В мое личное сердечко запала все-таки линейка Panther. Я бы отдала предпочтение браслету именно из этой линейки. И да, самое главное, в 2012 году через группу компании Richmond, которая на сегодняшний день принадлежит Cartier, Бернар Арно постоянно пытается выкупить у них Cartier, но пока что у него это не получилось. В 2012 год через эту группу компаний южноафриканская семья Руперт, а также Эль Пейджелс приобрели компанию Cartier. А Эль Пейджелс никто иная, как внучка Пьера Cartier. Так что на 2012 году, можно сказать, Cartier хотя бы частично вернулся в руки своей семьи. Вот такая история бренда Cartier. Меня само она безумно вдохновила, и особенно меня вдохновило то, как этой семье удавалось совмещать вот это творчество и создание каких-то инноваций в ювелирном искусстве и невероятный предпринимательский талант. Вспоминаем истории, как они меняли местоположение, как они справлялись с огромным количеством политических, экономических кризисов. Да честно, слушая их историю, даже вот эти договорные браки, которые являются чем-то очень меркантильным, я совершенно не поддерживаю это в современные годы, но даже они как будто бы вызывают уважение, потому что ты понимаешь, что это делалось не ради своего блага, чтобы выйти за кого-то богатенького, да, и прекрасно жить, а действительно ради семейного дела, ради того, чтобы пусть Франсуа Cartier, который вообще не имел детства, работая с самых юных лет подмастерьем, гордился своими потомками. Я надеюсь, что вас это видео вдохновило так же, как меня. Пожалуйста, поддержите меня своими лайками, своими комментариями, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, отмечайте мой инстаграм-аккаунт, я обязательно буду вас репостить. Увидимся с вами в воскресенье в выпуске модных новостей. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Пока-пока.